Недавно я была в Мармарисе, и у меня посыпались вопросы и в личку, и в комментариях несколько раз были о том, как выбрать отель в Мармарисе вообще, где лучше там поселиться. Я сейчас немножко об этом сниму видео, расскажу. Может быть, туристам вам кому-то понадобится информация. Я снимаю в конце лета 2020 года, когда у нас есть пандемия, и, собственно, открыли границы у нас для России. 10 августа все ломанули, поехали, а 1 июля у нас летали белорусы и украинцы свободно. Также у нас летят англичане, немцы есть. В общем, в принципе, поток просто туристический гораздо меньше, процентов 30 занято, 70 свободно. Чем это хорошо? Лежаки на пляже свободные, пляжи свободные пустые, в ресторанах везде есть все место. Все, короче, прекрасно в этом плане, если вы не любите людей. Но, к сожалению, по этим же причинам и не все отели смогли открыться, и крупные сетевые удобные отели, семейные, когда там, знаете, есть горки, хорошая уборка в номере, огромная территория. То есть, когда вам за территорию отеля никуда уходить не надо, то тогда, да, проблема. Все эти отели заняты для чартерных перелетов. То есть, для вас, для туристов из других стран, кто летит в чартер, покупает пакет перелет и сразу отель, вам удобно, для вас места зарезервированы. Для тех, кто живет в Турции и едет сам отдыхать, либо дикий турист, который сам без пакета налетит, то для таких людей неудобно, потому что места в отелях просто тупо заняты. А все, что свободно, это не очень отели, похуже классом уровнем, короче говоря, и цена у них теперь повыше. В общем, в этом году в этом есть проблема. Но сейчас мы расскажем, немножко поговорим о том, вообще, как выбирать, что в Мармарисе, где селиться, выбирать отель. Самая главная артерия в Мармарисе, это набережная, это центр Мармисе, это набережная, вдоль которой стоят отели, по сути, да. Сама тусовка, что-то вечером куда-то сходить, есть барная улица, которая, кстати, в этом году не работает, сейчас она закрыта. Ну, там бары, пьянки, гулянки, ночные дискотеки, все это понятно. Это находится, скажем так, в Саба вначале, возле набережной Марины, где бухта с кораблями. Там это вся тусовка, магазин, все прочие дела. А уже оттуда начинается вдоль набережной, отели всякие, и где вы можете остановиться, да, рестораны, все-все-все прочие, магазины туристические. Если вы молодой человек, девушка или молодая семейная пара, я бы вам посоветовала останавливаться в центре, в хорошем отеле, потому что вы можете пешком дойти всегда до всех тусовок, вечером вернуться спокойно, либо там не за дорогое такси, либо еще как-то. Ну, вообще, там все близко, можно пешком все это пройти. Короче, гулять, тусоваться, развлекаться, чтобы море, это хороший, клевый отель с неизмаленьким количеством звезд, поновее смотрите, желательно у моря, да. Вторую береговую линию тоже можно брать, потому что там очень маленькое расстояние между первой и второй линией, там буквально пройти 3-5 минут, честно. Вторая береговая линия, если у вас будет высоко где-то на этаже номер, вам также будет видно море красиво, просто чтобы к нему дойти, вам пересечь дорогу. Вообще, там просто все очень близко, и, например, если большая финансовая, да, разница идет, первая береговая линия, отельчик так себе староватый, но ты тут же на море выходишь, и тут через дорогу отель поновее, круче, почище, и он подешевле, но вторая, берите его, вообще, там все очень близко. Кто был в Таиланде, очень похоже, короче говоря, на Паттайю, когда вдоль набережной, все такая же самая система идет, все вдоль набережной, все вот эти отели. Далее есть еще пляж, там немножко, это буквально 5-10 километров, по сути, расстояние, там есть Ичмилер, это чистейшая вода, это такая заводь, это мое любимое место, там подороже, я думаю, отели будут, потому что там, ну, по лакшери считается, там лучше пляж, там спокойнее, там уже семейный отдых, с детьми, либо взрослые какие-то пары, кому тусоваться не надо, вот эта вся история, потому что там отдыхают такие англичанцы, англичан больше, очень спокойно, там тоже есть своя социальная жизнь, в самом этом Ичмилере, в этой деревеньке, там есть и рестораны, напиться, погулять, потусаться, там все это есть, магазины продуктовые, рестораны хорошие, вкусные, английская много кухни, потому что англичан много, мне там поэтому очень нравится, но так как мы едем на машине, нам удобно вообще везти, мы хоть где в Марморесе можем поселиться, мы сели на машину 5-10 минут, и мы там. Проблема Ичмилера в том, что если вы хотите тусовки, гулянки, ночные клубы, которые улица, барная улица в конце Мармореса, вам через Марморес ехать, это 15 где-то минут, это всякие автобусы-долмуши, такси дорогое там, вот что могу сказать, либо вы снимаете какой-то банк, байк можете арендовать, пожалуйста, но общественный транспорт там неудобно. Такси дорогие, я вот видела просто лист в такси цен фиксированных на Марморесе, Чмилер, Марморесе, Турунче, еще другой пляж Турунче и все прочее, ну такое себе там 500, 400, 600 тысяч рублей просто в одну сторону съесть, это дорогое, даже для Турции это дорогое, потому что там расстояние 5-10 километров, и за это 1000 рублей платить там 100 лир, ну блин, простите, а долмуши они не всегда как бы, ну и ночью поздно вам проблематично вернутся. Короче, надо брать, чтобы от ваших потребностей тусовка была возле вашего отеля, либо вам спокойный отдых тоже возле вашего отеля. Если вам спокойно с детьми, то берите Ичмилер, просто прекрасно. Далее, еще дальше, заодно еще горой, дальше от Мармореса, есть пляж Турунч, он еще 15 минут где-то ехать, но там очень такая винтовая дорога через гору, кого укачивает, это вообще не ваш вариант, потому что выйти на экскурсии, выехать, либо выехать в Марморес куда-то, это еще дальше будет, еще больше километров, и вот это вот, вот это вот круговерти, и у кого проблемы с аппаратом вашим, с мужичком, то у вас будет тошнит, это жесть, но там еще меньше пляж, меньше людей, но мне нравится меньше, честно скажу, я не фанатка Турунча, есть свои фанаты, там тоже есть отели, там есть два хороших отеля, у меня есть во влогах, посмотрите, вам показывала их пляж, ничего особенного, честно, там для меня лично Турунча это Савдепия, там не очень лежаки, зонтики, они есть, они не супер какие-то старые, но какой-то, знаете, все какой-то не очень, не пришей, кобыли, хвост, как говорится, это не мое просто. Вот это три основных локации, Турунч пляж, Ичмилер и сам Марморес. Далее, по отелям, в Турции очень важно брать отели, чем больше звезд, и главное, смотрите, на новизну отеля, потому что отели в Марморесе большая проблема, они старые, их в ремонт не вкладываются, там такая полная Савдепия порой может быть, что просто ты в шоке, ты платишь не маленькие деньги, там не дешево, но отель просто г адская, вот по-другому я не могу сказать честно. Бывают отели частные, небольшие, не сетевые, или какие-то апартаменты отеля, или бутик отеля, которые, может быть, не супер прям вчера отстроенные, новые, там 5-10 лет, но так как это частное, там всегда есть все отремонтировано, чисто побелено, покрашено, да, какие-то Савдеповские, может быть, не очень супер, там типа модные шторки какие-то, или еще что-то, но там всегда очень хороший персонал, все чисто, шито, крыто, вот такие тоже, но это в основном не для общей публики, это для тех, кто местный, либо дикие туристы приезжают, без пакетных туров, ну, искать такое тоже можно по отзывам поискать, то есть я вообще вам советую, если вам важен дизайн, чистота, в отелях все прочее, смотрите, чтобы был отель более-менее по годам новый, и чтобы там было немало звезд, но такие отели и не дешевые в Мармарисе, это хороший, достойный отдых будет, если вы берете три звезды, будьте готовы к тому, что ничего там хорошего в плане чистоты, я имею в виду ремонта, всего прочего, там будет все очень старое, рухлое, скорее всего, что-то такое, в общем, не фотки, которые будут, естественно, на букинге или еще где-то, они не такие красивые, тут очень много всякой Савдепи, я вам так и говорю, возле Мармариса, если едете дикими туристами, очень много кемпинга, потому что там сосновые горы, сосновый бор, там очень приятно пахнет, там есть такие места для кемпинга, если вы едете с домом на колесах, там можно парковаться, и палатки ставят, и просто там есть домики останавливаться, жить для таких диких туристов, то в походы ходят, там на горы, хайкинг можно делать, там есть всякие-всякие экскурсии, водопады, все прочее, экскурсии там навалом, на первый раз, когда поедете, занять хоть каждый день себе чем-то можно, когда ты уже 5-10 раз ездил, ты уже на экскурсии не хочешь, это уже не так интересно, ну, когда-то я посещала все экскурсии, было, мне нравится, короче говоря, да, также плюс там еще есть и водные экскурсии, там очень развито, их смены отдыхают, на этом монопарусе катаются, на всяких парашютах, там с лодки плавают, все-все-все, это тоже есть. И лично мое самое лучшее место, что я вам скажу, это я уже в видео говорила, но мне там больше всего нравится, когда ты едешь на машине, потому что можно сесть и поехать, куда хочешь, но мое любимое место, Sea Star отель есть такой, неплохой, потом Лилала, чего-то там, Лилала, они все просто рядышком стоят, если тыкать в карту, они там все будут подряд, по названию просто так не вспомню, Лилала, что-то Пальмье, с Пальмой связано, неважно, вот эти все отели, это самое начало пляжа Ичмилер, вот он заводь, вот это заканчивается, скажем так, и вот они, начинается вот этот пляж, вот прям вот они, есть такое кафе Пальмье, Пальмье кафе, пальмовое, короче, кафе, я всегда там, можете, если я в Армисе, я всегда там, на тех лежаках, в этом кафе, и вот эти вот отели, которые первые идут, это все самое для меня лично, мое самое любимое, там очень красивый вид, там очень хорошо пахнет елками, соснами, чистейшее, на пляже вода, просто супер сказка, и там даже есть возле этих отелей остановка, если уж едете на Далмушку, куда-то в центр без машины, или вы ничего не арендуете, там прям возле отеля вверх поднимаешься на гору, и там уже остановка, прям для того, чтобы встретить маршрутку, там какой-то общественный транспорт, и там же еще есть точка такси, прям рядом, куда-то вам уезжать, то есть там очень с транспортом удобно, и самое для меня красивое вот это место, не знаю, моя любовь просто, вот и все, и по-другому не скажешь. Также есть в другой стороне Мармориса, это для искушенной уже публики, бутик закрытые отели, на 20-30 номеров максимум, на 10-15 я встречала, мы там тоже когда-то остановились, но там для семейных пар, без детей, которые хотят романтики, красоты, уединения, и реально спрятаться от людей, от народа, вообще никого не видеть, с хорошим прекрасным сервисом, с вкусной едой, когда тебе с ног до головы пятки вылизывают, все вот эта история, есть такое, это когда заканчивается Марина, как-то я в одном из ресторанов там снимала, в общем, в горах, в другую сторону, то есть вот здесь барная улица, пьянки, гулянки, Марина, все закончилось, и еще дальше за Марморис можно уезжать 10-15 километров, приезжаешь вдоль горы, и вот в этих скалах, в горах бутик-отели существуют, они очень маленькие, но это прям люкс-отели классные, их там несколько штук, можно 5-10 насчитать, еще дальше есть огромные бутик-отели, огромная площадью, которые с виллами, с подъездом тебе, если ты можешь снять катер на катере, эти отели просто шикарные в Марморисе, это очень круто, там ночь стоит 5, ой нет, пардон, 15-20 тысяч лир, ну вот 150-200 тысяч рублей где-то, это просто, это сказка, это такие виды, это такая природа, но сразу скажу, что там скучно, там очень мало постояльцев, там не с кем пообщаться, это буквально несколько дней там побыть, отдохнуть для себя, либо уединиться, если какие-то знаменитости там турецкие отдыхают, чтобы никого не встретить, остаться инкогнито, вообще туристам просто туда, о нем мало кто знает, но это можно забронировать, с трансфером все это сделают, если об этих отелях знать, если вы средствами располагаете, но это эмоции будут на всю жизнь, скажем так, очень круто там, что еще по отелю могу отметить, если вы молодая девчонка, парень, либо компания едет, хотите потусоваться, погулять, берите отель «Три звезды» недорогие, какие-то в центре Мармориса, на второй может какой-нибудь там улице, вы можете погулять, потусоваться, все в принципе вам будет доступно, там все очень-очень близко, но я вам сразу скажу, что Марморис это место туристов, если в плане шоппинга это, там ничего по сути нет, только для туристов, то есть чемоданы, купальники, футболки и подделки всяких брендовых сумок, одежды какой-то, спортивных костюмов, и все это история, все больше там покупать, по сути ничего, ну и какие-то турецкие типа сладости, и все прочие истории. Если есть вопросы, задавайте, если я буду что-то знать, я вам на них отвечу, вот, так что надеюсь, это видео было для вас полезно, скоро увидимся, всем пока!